Включение в единый реестр рейтинговых олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации открытой олимпиады для учащихся 9, 10, 11 классов образовательных учреждений Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа», проводимое на территории Хасаверта седьмой год подряд, стало настоящим достижением не только для управления городского образования, но и для всей республики. Первая олимпиада проходила по трем предметам, вторую мы пять предметов ввели и по пяти предметам. Каждый год мы туда добавляли предметы, как говорили год экологии, мы туда добавляли предмет биологии. Год истории объявлялся по России, мы туда добавили историю. В общем, вот так поэтапно у нас до прошлого года по пяти предметам она проходила. В прошлом году мы увеличили до 10 предметов. Как рассказывает начальник управления образования и главный организатор проведения Олимпиады «Будущее Кавказа» Руслан Ибрагимов, включение Олимпиады в данный перечень не только повысит престиж мероприятия, но и станет полезной для школьников, ставших победителями и призерами. Из года в год число желающих принять участие как в заочном, так и в очном этапе становится все больше и больше. В связи с введением его единый реестр, значит, сейчас, я думаю, желающих будет довольно так. Их и так стало в последнее время много. Если в первой Олимпиаде у нас в заочном этапе приняло участие 300 человек, и 80 человек приехало на очное, сегодня на седьмую Олимпиаду у нас 322 участника было. За очном этапе 5921 человек приняло участие, где 300 было, и где вот на седьмом стало. И они говорят, у нас конкурс, мы отбираем лучших из лучших, чтобы приехать на очный этап. Очень много желающих на местах по республикам есть, но это же плюс. По словам Руслана Ибрагимова, с первых дней работы организаторами Олимпиады ставились задачи по поиску талантливых, одаренных старшеклассников, созданию условий для творческого самовыражения учащихся. В истории республик Северного Кавказа нет аналогов Олимпиады, которая могла быть включена в перечень Олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации, отмечает Ибрагимов. Вот представьте, Дагестан никогда не представлял на этом уровне, это реестр, перечень Олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации. Куда уходит по протоколу, я смотрел, 97 Олимпиад. Если вы посмотрите перечень этих, кто их представитель, кто? ГИМО, МГУ, Плехановка, Сеченова, Ломоносова, все престижные узлы, они представили туда пакет документов, они проводят эти Олимпиады. И мы одни идем с одним. Муниципальное образование город Хосвейд. Олимпиаду будущие Кавказа с уверенностью можно назвать традиционной. Отрадно осознавать, что Олимпиада не только помогает учащимся раскрывать потенциал, прививает интерес к активной деятельности в различных сферах науки, но и является началом большой дружбы целого поколения молодых людей из многих стран.